Здравствуйте! Сейчас я расскажу, что такое инфодайвинг. Инфодайвинг – это погружение в информацию. Но чтобы понять, что же это на самом деле, нужно немножко знать историю. У нас в Минске есть группа увлеченных людей, которые занимаются саморазвитием, гипнозом, эзотерическими практиками. И в этой группе есть молодой человек Андрей, который легко может погружаться и очень глубоко в измененное состояние сознания. И в этих сознаниях может получать информацию абсолютно о любом человеке, где бы он ни находился. Выглядит так, как будто он общается с душой этого человека. Он задает ей вопросы, а душа отвечает. Причем попадание информацию достаточно точное. Даже если он человек абсолютно не знает, может сказать, какой он профессии, чем занимается, чем интересуется. Поэтому люди стали обращаться с вопросами, с консультацией. Вопросы были такого вида – жениться, не жениться, чем заниматься по жизни, работать на этой работе, либо находить другую, ну и тому подобное. Ну и попадания были очень хорошие, люди были довольны, заказывали консультации. Так продолжалось какое-то время, пока однажды в здании у Востока бабушка, ребенка-аутиста не заказала консультацию. Она спрашивала, чем можно помочь этому бедному ребенку, за что такое наказание ребенку, родителям. Ну, соответственно, Андрей задавал все вопросы душе, и душа отвечала. Все это записывается на видео. Ну, видео отправили бабушке. В видео душа сказала, что ребенку можно помочь, сказала, что нужно сделать, и сказала, что первые результаты будут через две недели. Мы, конечно, особо не надеялись, что что-то получится, но, кого же было наше удивление, когда через две недели примерно пришло видео от этих родителей, где ребенок, который до шести лет не разговаривал, аутист, начал разговаривать, начал даже называть буквы, и играет с родителями, как полноценный ребенок. Это было первое доказательство того, что действительно то, что мы делаем, работает, что действительно есть какая-то сущность, с которой можно общаться, и которая может отвечать на вопросы. И это действительно так. Через некоторое время, видя результаты у этого ребенка, на консультацию попросилось еще, родители попросились для девочки с аутизмом, которая тоже не разговаривала, и, мало того, у нее было еще и отставание в развитии, до того, что она самостоятельно не могла деть носки. И точно так же ребенка душа давала ответы, было записано видео, отправленное родителям. И тоже примерно через две недели мы были просто в шоке. Пришло видео, где эта девочка подпевает родителям песенку, и в отзывах они написали, что нас самостоятельно уже одевают носки. Эмоции нас переполняли, мы плакали вместе с этими родителями. Вот это, особенно второе видео, нам реально показало, что методика работает, что все, что мы делаем, это как бы косвенное доказательство того, что вместе с нами, с человеком, есть некая сущность, с которой можно общаться. В религиях, во многих религиях ее называют душой. Считается, что она как бы выше человека. И вот это было того, что у аутистов были результаты, это было косвенное доказательство, что душа действительно существует, и действительно с ней можно общаться. Какие можно из этого сделать выводы? Ну, самое главное, это вот то, что действительно есть сущность. Эти результаты доказывают, что есть сущность, с которой можно общаться душой. Назовем ее душой. Ну, самое минимальное, что можно... К чему это приведет? Ну, во-первых, можно лечить болезни, такие, которые называются кармическими, которые... Механизмы изникновения, которых наша медицина не знает. Тот же аутизм, псориазм, может, даже рак. Вполне возможно, что это кармическое заболевание. Исходя из того, что мы знаем на данный момент, а прошло всего два месяца сначала с получения этих результатов, но мы уже имеем около 10 детей аутистов, у которых очень хорошие результаты, и мы нисколько не сомневаемся, что они уже вырастут полноценными людьми, а не инвалидами. Так вот, исходя из этого, можно сделать выводы, что эти болезни можно предотвращать и лечить с помощью ответа у души. На глобальном уровне это может быть огромные перемены в истории, перелом. Если мы будем общаться с душой, а ведь общаться с душой можно, если один человек может, можно научить и других, это может привести к перелому в истории человечества. Мы можем начать жизнь в согласии с душой. это может начаться так называемый золотой век, когда не будет войн, люди будут делать то, что им нравится, то, что хочет их душа, не будет болезней. Ну, трудно даже представить, к чему это может привести. В инфодайнах это, наверное, только начало, начало какого-то большого развития больших перемен. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Но самое важное, это то, что человек может общаться с душой и есть косвенные доказательства, что душа существует. Спасибо. Спасибо за внимание всем.